Не понимаю суть и смысл вашего вопроса, Олег Юрьевич. Зачем вам это знать? Не очень понимаю. Если вы, как председательствующий, хотите ограничить меня в праве задавать вопросы, ну сделайте это, вы в праве. Разумеется, я не буду без слова говорить. Вообще говоря, к Лунуру, в Шамистан и Гулы вопросы закончились. Я смотрю, что здесь все позволяют брать слово, в отличие от меня, единственного, без поднятия руки. Если некоторые члены общественной обладательной комиссии, которые не являются членами данной комиссии, позволяют вам указывать, как вести заседание, мне представляется это странным, нелепым и отчасти даже мерзким. Если вы будете позволять это, это ваше дело, ваше право. Я-то не позволю с собой так обращаться. Поэтому я действительно имею право задавать вопросы, я их задаю, благодаря тому, что вы мне разрешили. Если вы хотите меня ограничить, вы ограничите, я, разумеется, повинуюсь. Но не нужно загонять меня в какие-то рамки, чтобы я объяснял, а зачем я задаю эти вопросы. Вы прекрасно понимаете, зачем я задаю все эти вопросы. Антон Витальевич, я предлагаю поступить таким образом. Так у меня кончились вопросы, сейчас выступление уже будет. То есть вы затягиваете. Пять вопросов. Там уже выступление. Олег Юрьевич, у меня вопросы закончились. Я бы, честно говоря, уже был на середине выступления, если бы сейчас не началось это. Я считаю, почему. Первое. У нас не заседание АНК, а сейчас не заседание рабочей комиссии. Второе. Я считаю некорректным комиссии вмешиваться в дела АНК. А АНК самостоятельная организация, но сама это решит все вопросы. Все вопросы, которые здесь задавались, они касаются внутренней деятельности АНК. Они сами там внутри у себя разберутся. В рамках заседания АНК есть комиссии, но это абсолютно некорректно. Поэтому предлагаю информацию принять в сведения. И предлагаю голосовать вас. Спасибо. Кто за то, чтобы информацию принять к сведению? Я после этого смогу выступить в вопрос? Или вы сейчас хотите голосовать? Информацию, которые вы приняли к сведению? Теперь позвольте выступить. Олег Юрьевич, пока не включайте, пожалуйста, секундомер. Если вы обратили внимание, то время тянул не я, а изначально человек, который не хотел отвечать на мои вопросы. Затем, так сказать, техническое выяснение, сколько я вопросов буду задавать. Я бы давно уже все свои вопросы задал и даже выступил. И уже бы он Бронников выступил. Благодарю вас. Вопрос на самом деле очень важный. Он представляет огромный интерес как для Общественной палаты Кировской области, так и для граждан Кировской области. Я категорически не согласен с членом Общественной палаты Николаем Пихтиным, который внес, как он сам сказал, данный вопрос в повестку дня и хочет запретить обсуждать этот вопрос вне рамок, которые он наметил для обсуждения. Категорически с этим не согласен. Как раз речь идет о работе Кировской области. Коллеги, я хочу... Понятно, что мое выступление нацелено в первую очередь на протокол. Поэтому прошу вести протокол максимально тщательно. Здесь присутствует четыре члена Общественной палаты Кировской области. Состав довольно представительный. Вызывает удивление, что... Шесть. Шесть. Вы умеете считать? Шесть членов ОНК. Да, действительно шесть. Артур Максимович, я считать умею очень хорошо. То, что вы комментируете мое выступление и пытаясь меня подколоть, выдает вас волнение. Вы успокойтесь, не нужно этого делать. Действительно шесть. Не знаю, почему я сказал четыре. Сообщественная палата Кировская области. Возможно, да. Эти шесть членов Общественной палаты, они в курсе ситуации. То, что я сейчас буду рассказывать, я буду рассказывать в первую очередь для Михаила Вячеславича, для Николая. Я думаю, что после того, как я выступлю, он заинтересуется данным вопросом. Для работников аппарата, а также именно для протокола и для граждан, которые будут смотреть эту видеозапись. Во-первых, вызывает крайнее недоумение тот факт, что члены Общественной палаты, отдельные члены Общественной обладательной комиссии Кировской области не были приглашены на данное заседание, где одним из вопросов обозначен вопрос номер два о работе Ванька Кировской области и планах работы на 2015 год. Я согласен с тем, что некоторые члены Общественной обладательной комиссии были приглашены. Например, Михаил Плюснин, Артур Абашев, собственно, Олег Юрьевич Корчев, Илонур Гусейнов. Ну, они являются, трое из них, членами Общественной палаты и знали. Один из них, Абашев Артур, является членом рабочей группы по межконфессиональному и междунациональному сотрудничеству. Ну и вот, видимо, его как бывшего председателя пригласили. Однако, в настоящее время у комиссии нет председателя. Я сейчас объясню, почему. Однако, есть заместители председателя ОНК, которые осуществляют все полномочия председателя в соответствии с регламентом. Здесь присутствует заместитель председателя Сергей Бронников. Его никто не приглашал. Меня, члена ОНК, никто не приглашал. Мне представляется это как минимум некорректным, а как максимум злонамеренным действием для того, чтобы в отсутствие некоторых членов ОНК, именно принять доклад, отчет и не рассматривать всю ситуацию, которая сложилась в ОНК. Что касается вопроса председательства, коллеги, те, кто не в курсе, у нас есть регламент. Федеральный закон четко определяет, что порядок деятельности комиссии определяется регламентом комиссии. Регламент принимается на первом сседании ОНК. Регламент – это документ, обязательный для исполнения. Четко сказано в федеральном законе. В регламенте четко сказано, что срок полномочий председателя ОНК – один год. Артур Максумович был избран председателем в 21 марта 2014 года на срок один год в соответствии с регламентом. Его полномочия истекли 22 марта 2015 года. Он не является председателем ОНК Кировской области по состоянию на сегодняшний день. Теперь объясню, почему Артур Максумович и Лунур Шамистан-Иглы считают Абашева председателем. Дело в том, что 15 февраля 2015 года, перед началом или в начале, в ходе заседания, мне неизвестно, потому что я не был уведомлен об этом заседании и не был на начале, но это сейчас неважно. Наверняка это было сделано в ходе заседания. В ходе заседания Абашев в устной форме заявил о досрочном прекращении полномочий председателя. Это было сделано, это никто не оспаривает. Однако решение о досрочном прекращении полномочий председателя комиссии принято не было. Это не оспаривается никем. Ни Абашевым, ни Плюсниным, который мастер в регламенте, ни Ткачевым, ни Гусейновым. Ни кем это не оспаривается. Уважаемый член комиссии Кобзева, которая в нескольких созывах работала, она юрист, она уже на прошлом собрании ОНК заседания не было, потому что форум не собрался, был сорван ввиду неявки. Кобзева подтвердила мою правоту. Дело в том, что у нас в регламенте есть пункт. Решение о досрочном прекращении полномочий ОНК принимается большинством от установленного состава ОНК. Здесь сейчас важно не то, каким количеством, а именно то, что есть специальная норма в регламенте, которая определяет, что должно быть принято решение о досрочном прекращении. По аналогии можно привести пример с главой города Слободского-Рычковым, который подал заявление о досрочном прекращении полномочий, однако Дума не приняла это решение, и он является главой города. То есть необходимо решение органа. И в настоящее время Абашев не является председателем. Тем не менее, у комиссии есть три заместителя-председателя, которые в соответствии с регламентом осуществляют полномочия председателя постоянно, вне зависимости от того, есть или нет председатель. Они есть, они действуют. Поэтому, уж если на то пошло, во-первых, доклад должен был делать заместитель, ну если его сделал бывший председатель, ничего в этом страшного, конечно, нет, но тем не менее, мне кажется и представляется правильным, что лицо, которое уполномочено представлять ОНК, а именно заместитель председателя ОНК Кировской области, должен был быть приглашен. Он приглашен не был. Что касается председателя, я отметил. Далее, хочу доложить членам комиссии. Вчера была предпринята попытка проведения незаконного заседания. Абашев и Шадрин в соответствии с регламентом инициировали проведение внеочередного заседания, они имели полное право на это, на инициирование. Однако в регламенте четко сказано, что двое членов ОНК, инициирующие внеочередное заседание, обращаются с требованием о проведении заседания к председателю, в нашем случае к заместителю любому, который в течение 10 дней обязан созвать заседание. Совершенно четко, и опять же, Михаил Валерьевич не даст мне соврать, регламентом определено, что заседание созывает исключительно председатель, либо, соответственно, заместитель. Ни Шадрин, ни Абашев не имели права созывать заседание. Однако вчера это была попытка предпринята созыва. Кроме того, в регламенте четко указано, что местом проведения заседаний может быть Общественная палата Кировской области, офисы общественных организаций, помещение органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления. Список закрытый. Это сделано как раз для того, чтобы исключить возможность проведения заседания ОНК в каких-то организациях, куда затруднен доступ другим членам. В данном случае помещением для проведения был выбран офис регионального отделения политической партии. Данного помещения, типа помещения, категории помещений нет в регламенте. Нельзя было там проводить заседание. Поэтому в любом случае вчера была предпринята попытка проведения незаконного заседания. И благодаря активной позиции ряда членов ОНК в определенный момент не было кворума на заседании и заседание не было проведено. Я считаю, что члены общественной палаты, депутат Законодательного собрания Кировской области должны об этом знать. И, собственно, для этого я и говорю. Также для протокола. И последнее. Очень коротко. Очередное, внеочередное заседание ОНК Кировской области назначено на 26 апреля 2015 года. Данное внеочередное заседание инициировано двумя членами ОНК. Антоном Витальевичем Долгихе и Сергеем Анатольевичем Бронниковым. И заместителем председателя ОНК Кировской области Сергеем Анатольевичем Бронниковым. В установленный срок заблаговременно всем членам ОНК. ОНК Кировской области.